В русском языке мой перевод. И сказки можно прочитать, но лучше их услышать, так как я их услышал от Акынов. И одну сказку про богатыря Джанека я вам сегодня расскажу, так как рассказывают Акыны Киргизии. Итак, сказка о том, как Джанек с Кутаяном Силушкой мерились. Батыр Джанек Ах, сказано, сделано. Собрал Джанек верных жигитов-жугоров, оседлали они коней и отправились в путь. Долго ли городка ли ехали батыры? А вот проезжают большой горный аил, раскинувшийся в излучине реки. Спешно Джанек заходит в юрту, а там в полумраке сидят белобороды и старики-аксакалы. Ас-салам-алейку, максакалы, поздоровался Джанек. И тебе, мир, славный батыр, Джанек, узнали герои степей гор-старики. Куда нынче путь держишь? Слышал я, уважаемые, что на севере в Дарынской земле появился силач по имени Кутаян. Хочу найти его силушкой помериться, не убивать кровь, не лить, узнать, кто самый сильный батыр в киргизских степях и горах. Доброе дело задумал ты, Джанек, доброе. Вот были мы молодые, так же скакались, силушкой мерились, да видишь, годы уже не те. Ну, езжай с миром, поможет тебе Аллах. Но едва собрался Джанек выйти из юрты, как один старик его кликает. Э, батыра, послушай, забыл сказать, что хотел, старый стал. Это за нашим тяилом дорога на две разойдется. Одна прямая, короткая, туда не езжай. Другая долгая, через два перевала пойдет. Туда коня направь. Чего бояться мне, уважаемый? Спросил Джанек. Послушай, старика, много зим на свете прожил. На короткой-то дороге, возле кладбища старого, поселились волки-людоеды. Размером с коня доброго. Ни пешему, ни конному хода нет. Нигде в Ялах, езжай в объезд. Поклонился Джанек старику, вышел из юрты и говорит своим друзьям. Вот это же горы. Старики, как сакалы сказывают, короткая дорога не торной стала, травой заросла. Говорят, волки-людоеды возле старого кладбища поселились. Ни пешему, ни конному хода нет. Что делать будем? Ну, ты наш вождь, тебе решать, что делать. Зашумели джигиты. А думаю я вот что. Мы не на волков охотиться едем. Нам силы беречь тадыку Таяны искать. И стариков надо уважить. Поедем в объезд. Перда, Джанек, в объезд, в объезд. Зашумели джигиты, сели в седла и поскакали дальше. Долго ли, коротко ли, скакали батыры. А вот и развилка дорог. Джанек коня придержал. Из-под лани богатырский смотрит. Земля незнакомая обозревает. И тут, видит, идет по степи человек. Рост у небольшого, толстенький, какой-то весь неряшливый. Сапоги, чокой, каши просят. Халат веревкой подвязан, за спиной мешок пустой болтается. Идет под нос, напевает что-то. Но по обычаю киргизов, кто верхом на коне первым взорвается спешим. Даже если Ахана это нищий. Асалам алейкум, юноша, куда путь держишь? Окликает странник Джанек. А тут не только какой-то маленький, несуразный, толстенький, нищий. Оказался еще кортавым заикой. И говорит. Салам батыда. Иду я из Акульской земля. Отсюда был. Баран погиб. Дети голодные. Иду порезать доблых людей, помогать. Ты и правда задумал доброе дело, кивнул Джанек. Когда окажусь в своих кочевих на Иссыкуле, велю подарить твоим голодным детям отару овец и верблюда, груженного зердом. Это тенархват батыр. Спасибо. Пойду я. Поклонился грозному богатырю и зашагал по дороге, ведущий прямиком к заброшенному кладбищу. Эй, джигит! Окликает его Джанек. Постой! Старики Аксакалы сказывали, дорога не тортой, стала травой, заросла. Говорят, волки-людоеды там поселились. Размером с коня доброго. Ни пешим униконным ухода нет. Смотри, мы в доспехах с оружием едем в объезд. Не гневи Аллаха. Дам запасного коня, пойдем с нами. А тот веревку на пузе поправил, оборачивается и говорит. Мы, батыры, мы нам летят за загитом. Мы мужчинам нас... Как каких-то собак-то побоеваются. Я так быстро иду туда иду. И зашагал прямо к волчьему логову. Оборачивается же к друзьям и говорит. Вот что, джигоры. Юнош этот храбрый, но безрассудный. Боюсь, беда с ним может случиться. Долг батыры помогать тем, кто попал в беду. Останемся здесь, в таразилке. Увидим, услышим, что помчимся на помощь. Сказано, сделано. Стоят батыры, ждут. Тем временем огромное солнце опустилось за вершины Тиньшанских гор. И из вот из цикуля поднялась желтая луна, сама похожая на глаз волка. И тишина стояла такая, что ни птица не закричит, ни ковыль не шелохнется. Стоят батыры, ждут. И вдруг, ишину на старом кладбище разорвал страшный волчьевой. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Замыли волки, пыль столбом поднялась, будто идет там невиданное побоище. Вскочили батыры в седла, пришпорили коней и с криками Чо-у-у-у-у-у! Помчались на выручку безумцу. Джанек коня останавливает, смотрит в пыли, озаренные мертвенным лунным светом. Между разрушенных мавзолеев и могильных плит лежит огромный волк, размером и верно с доброго коня. А под ним несчастный юноша. Опоздал Джанек. Сложил уже руки, чтобы прочитать по усопшему. И тут, видит, парень зашевелился. Смотрит богатырь, а тот не то, что жив. Он огромному зверю руками пасть держит, только выбраться не может. И говорит своим странным голосом. Батыры, ты прав ты был. Ты такие сад собачки по пальцам. Чего ты целиком меня не проглотил? Соскочил Джанек с коня, вытащил саблю, зарубил волка. Примчались остальные батыры. Сорвали с волка шкуру. И такой смрад пошел, такая вонь, что в ужасе вырвали поводья из рук джигитовых коней и умчали в степь. Лишь богатырский конь Джанека стоял на месте, и его раздувались от страха. Накидывали шкуру, на крупка не осмотрят. Голова и передние лапы с одной стороны земли лежат. Шкура через седло тянется, а задние лапы и хвост с другой стороны волочат. А конь-то богатырский бил, огромного Джанека возил на себе. Тут все поняли, какого волка задушил юноша голыми руками. Достали походные фляги с кумысом, пустили пиалу в круговую. После пиалы в круговую мужчины на востоке как братья. А кумыс напиток такой, язык развязывается, смелым делает. После трети пиалу и осмелел бедный юноша, перестал бояться заковываться железом богатырей и говорит. Бабатыря, ты все пока меня знаешь. Куда я сел? Какая беда? Как тебя зовут? Какой род? Кого молитва Аллах благодарит сом маленькой жизни мой спасал? Это не секрет, славный юноша, отвечает Джанек. Звать меня Джанек из рода Джальдан племени Бугу. А я дуя в Нарынскую землю, говорят, поселился там селаж по имени Кудаян. Хочу найти его силушкой помериться. Ну, не убивать кровь, не лить. Просто узнать, кто же самый сильный батыр в киргизских степях и горах. Батыр, тебе дальше ехать не надо. Кудаян, это я. Кто сказал, что я селач? Это все Акань сочинил. Я пастух. Крепко обдавились два богатыря, скрепили дружбу еще одной пиалой кумыса, дал Джанек Кудаяну запасного коня и поехали они обратно на озеро Иссыкуда. В родных кочевьях сдержал Джанек слово богатырское и подарил голодным родичам Кудаяна не одну, а три отары овец и старидил караван верблюдов, груженных зерном. А когда спустя три года разразилась страшная война между племенами Бугуи и Сары-Багыш, рука об руку сражались Джанек Батар и селач Кудаян и немало славных подвигов совершили. Бугуи и Сары-Багыш